Точно! Нужно же вам рассказать про Honor X8. Ну что ж, окей, погнали! Быстрая распаковка. Достаем. Телефон бросать не буду. Здесь у нас крепкой бумажки. Здесь у нас зарядка на 22,5 ватта. Кабель достаточно плотный, только почему-то он не совсем белый. Не знаю, видно ли на камере то, что они немного отличаются цветом с блоком, хотя возможно это у меня такой вариантик. У меня в руках титаниум-сильвер, есть еще midnight black и can blue. Обзорщики почему-то рекомендуют брать именно этот, хотя он переливается как-то по-женски. Не знаю, я бы себе взял черный, поэтому лучше берите черный. Крышка пластиковая, рамка пластиковая, на правом торце у нас клавиши питания, она же сканер отпечатка пальцев. Несмотря на то, что аппарат не маленький, вот прям палец ложится на разблокировку, точнее на клавиши питания. Это прям пушка. Здесь же у нас качелька громкости и по моему мнению, если бы ее перенесли на левый торец, было бы поудобнее. Ну в принципе и так умудрились сделать, очень комфортно. Тут прям зачет. Грани такие прям квадратненькие, хотя они не впиваются в руку и в том же стиле сделаны кнопочки. Их очень легко найти на ощупь. Здесь тоже вопросов нет, кайф. На верхнем торце у нас микрофон и разговорный динамик. То есть он смотрит немного вверх. И на данный момент обладатели этого смартфона жалуются на то, что при длительном разговоре машинально подстраиваешься под то, чтобы говорили тебе в ухо, а не мимо. Из-за чего срабатывает датчик приближения, то есть экран загорается. И есть такая проблема на очень популярных устройствах. Не будем указывать пальцем на каких. И там проблема именно программная. Там именно тупить датчик. Здесь датчик не тупить. Здесь просто разговорный динамик вынесли на верхний торец. И из-за этого может возникнуть некий дискомфорт. Я не знаю, у меня никакого дискомфорта не было. Мне было нормально. Но имейте ввиду. К слову, вынесли его наверх, потому что, взгляните, просто взгляните, он безрамочный. Снизу, конечно, есть маленький подбородок, но он очень маленький. А сверху и по бокам это просто вау. Скорее всего, вы уже смотрите не первый обзор этого устройства. И честно скажу вам, что на картинке оно выглядит прикольно, но не верится, что оно в действительности так. Сходите в магазин, возьмите этот аппарат в руку, и прочувствуйте. На левом торце у нас лоток под две сим-карты. Флешку сюда вставить нельзя. Снизу несимметрично расположен Type-C. Еще один микрофончик. Единственный мультимедийный динамик и три с половиной миниджек, который, к слову, тоже почему-то смещен. Я вот пока на ютубе не стал часто слышать о том, что расположение этих элементов стало несимметричным, не обращал внимания. А сейчас почему-то в большинстве смартфонов оно действительно съезжает. Напишите в комментариях, кого это тоже раздражает. Экран 6,7 дюйма, не знаю почему в обзорах говорят, что он здесь 6,8. Олеофобное покрытие хорошее, защитная пленочка будет из коробочки. Опять же, я не смогу передать через камеру, насколько близко то, что происходит в смартфоне. То есть, вы будто реально держите экран, и оно прям супер близко к вам, и вы касаетесь этих иконок. То есть, первое время это будет дарить реально прикольные эмоции. Но, но у нас глазок фронтальной камеры посередине, и он, я бы не сказал, что маленький, и он будет вас раздражать. Не все приложения до сих пор адаптированы под то, что у смартфонов спереди есть либо капелька, либо вырез, либо челка, либо еще что-нибудь. И, например, даже в приложениях некоторых тестов здесь текст, и эта камера просто его перекрывает, и это начинает раздражать. Все-таки я за то, чтобы оно было в углу. Но эта лирика не то, чтобы я там как-то докопался, просто мне лично не нравится. Экран действительно хорош, но яркости ему не хватает. Это IPS, и, на мой взгляд, очень даже неплохой. Однако, обратите внимание, зеленый, прям ядрёный-зеленый, красный, ядрёный-красный. И то же самое происходит на записанных видео и некоторых фотографиях через камеру этого смартфона. Как-то, ну, переборщили немного. То есть, создается впечатление, что здесь AMOLED, но здесь IPS. Также здесь яркость экрана всего 450 нит. Я посмотрел кучу обзоров, и есть те, кто хвалят его за яркость. Но, по факту, если выйти в яркий солнечный день, как сейчас, июнь-жара, то на улице, ну, впритык. Реально впритык. То есть, я по всё же процентиков на 10-15 яркости ему добавил. А именно качество картинки, конечно, кайфы. Частота обновления 90 Гц, можно поставить 60 стандарт, можно выставить автор. Опять же, выделю калибровочку экрана. То есть, здесь, в отличие от большинства смартфонов, действительно, можно добиться очень хорошего результата. Слово я нашёл, пока записывал обзор, почему у меня всё вырвиглазное. Можно выставить обычные цвета, и всё становится по-человечески. Фейл. Но я это вырезать не буду. Также из претензий, почему здесь один динамик. Он достаточно громкий, но по качеству явно не за те деньги, которые за него просят. И как бы, ну, пора бы уже поставить два динамика. Фу. Всё. Устал. На сегодня хватит. Подкрепился, отдохнул, едем дальше. Что у нас здесь по железу? Интересный момент. Заходим в CPU-Z, например, да? Последнее приложение. И что видим? Процессор Snapdragon 665. Хмм. Интересно. Заходим в AID. CP. И видим у нас новую серию, как бы, ну, Snapdragon 665. И только через девайс инфо HV мы видим, что здесь 680. И по тестам, и по поведению, и как бы, всё указывает на то, что здесь установлен Snapdragon 680. Почему другие приложения неправильно считывают информацию, для меня остаётся загадкой. У нас здесь, значит, неплохой камушек. Хотя многие скажут, что хотелось бы видеть 700-ку. Но в целом и этот проц здесь вполне себе ничего. 6 нанометров. Хорошо. Энергоэффективный. 8 ядер. 4 энергоэффективных по 1.9. 4 по 2.4. Всё окей. Adreno 610. Ну, в принципе, нормально. Оперативной памяти. 6 гигабайт LPDDR4X. Она здесь, правда, очень быстрая и очень с хорошей стороны себя показывает. Также можно программно ещё 2 гигабайта накинуть, но в этом нет никакого смысла, потому что смартфоны, как показывает практика, начинают вести себя неадекватно. Поэтому не страдайте фигнёй. 6 гигабайт вам будет выше крыши, к тому же с высокой частотой. Внутренней памяти 128 гигабайт. Она здесь UFS 2.2. Устанавливается приложение очень быстро. Копируется, удаляется, перемещается. Всё запускается очень быстро. Поэтому зачёт. Перед вами тесты производительности. Троттлинг-тест. Тест памяти. Тест искусственного интеллекта. И знаете, что я вам скажу? Смартфон именно хорошо позиционирует себя, как для любителей эстетики. То есть вы на нём можете немножко поиграть, немножко пофоткать, много посидеть в соцсетях и интернете. Приятненько провести время в ютубчике, сериальчиках, кинцо посмотреть. Потому что экран большой, сочный, кайфовый. И с автономностью здесь, к слову, тоже всё в порядке. И как бы приятный внешний вид, хорошо лежит в руке. А чё ещё надо, собственно? Я к тому, что этот смартфон подходит для тех, кто не играет 24 на 7 в мобильные игры. Хотя результаты могли бы быть и получше. Пример записи на Honor X8. Full HD 30 FPS. Не знаю, почему в настройках нельзя выставить 4K. По идее, он должен был справляться с этим разрешением хотя бы в 30 FPS. И, кстати, даже для Full HD 60 FPS почему-то нет. Возможно, это в моей прошивке дело. Но, не знаю. Честно сказать, я на форумы не заходил. По поводу этого смартфона не интересовался. То есть, делаю тест как есть. Иду спокойным шагом, снимаю с двух рук. Выглядит, в принципе, очень даже неплохо. Но нужно будет, конечно, смотреть на большом экране. И конкретно я уже узнаю, когда посмотрю примеры на компьютере. Голубь. Голубь, голубь, голубь. Да, в 60 FPS это было бы посимпатичнее. Тестовая запись на фронталку. Стою на месте. И почему-то на фронталку мне кажется, что цвета более ядреные, что ли. Прям вот эта трава через фронталку выглядит слишком зеленой. Не реалистично, что ли. Хотя четкость, например, вот. Мои волосы, борода. Выглядит очень даже неплохо. Конечно же, опять берем, учитываем то, что практически идеальные условия для съемки. Даже солнечный свет только-только появился. Он был рассеянный из-за облаков. Но зато есть возможность проверить, как записывает микрофон в хардкорных условиях, потому что очень сильный ветер. Ну и при ярком солнечном свете это выглядит вот так. Точно говорю, на фронталку небо слишком голубое, ближе даже к синему. А, ну хотя оно и правда такое. Я не знаю. Смотрите, без обработки, без монтажа. Даже склейки делать не буду. Как есть, показываю. Проверяем автофокус. По-моему, он вообще не видит этот столб прямо перед носом. Почему? Еще один тест автофокуса, только попроще. У нас здоровое дерево. Два. Три. И еще раз. Очень быстро. Вот сейчас вижу, что прям практически бесшовно. но роллинг-шаттер присутствует. Видите, да? Когда я навожусь на дерево, оно искажается. Но в целом, качество сумки очень даже достойное для такого устройства. Хотя, опять же, нужно посмотреть на большом экране. Может быть, это на смартфоне, это так выглядит. Еще немного теста записи видео в помещении на Honor X8. Фронталка здесь 16 мегапикселей с диафрагмой f2.45. А это говорит о чем? О том, что качество картинки будет хорошее только при хорошем освещении. Чуть сумерки, чуть недостаточно света, и все у нас будет. Ну, вы поняли. В целом, вот, кто смотрел предыдущий обзор, могут увидеть огромную разницу. Например, угол больше, и, видите, диван не сливается. То есть, проглядывается четко линия, как идет диван и где стена. Ну, и плюс, мне очень нравится цвет кожи. Хромакей, конечно, не настолько зеленый, как вот сейчас на видео. Ну, и стабилизация, да. Снимаю, кстати, с руки. А это основная камера на 64 мегапикселя с автофокусом и диафрагмой f1.8. В обычном режиме она снимает ночью и вечером так себе, а вот ночной режим может выдавать достаточно хорошие снимки. Опять же, стабилизация. Снимаю с руки, в помещении горит обычная лампа. Ультраширик не вижу смысла тестить, но, возможно, что-то и запишу. Врубаем ультраширик и сразу видим, что даже при условии большого количества света лезут шумы. По крайней мере, на телефоне у меня выглядит так. Он на 5 мегапикселей. И, честно сказать, если им и пользоваться, то только ради фотографий. При хорошем свете, опять же. Редактор субтитров А.Семкин Пару слов по прошивке. За два месяца, который провел смартфон, у меня прилетело три обновления. Из коробки вас встретит типичная для этих устройств оболочка Magic на 11-ом андроиде. Если мне память не изменяет. Magic 4.2. У меня сейчас 156-я прошивка. Android 11. Честно сказать, я не смотрел новости по поводу обновления на 12-й андроид. Пора бы уже. И не знаю, будет ли он обновляться. Скорее всего, будет. Потому что он вышел буквально вот-вот позавчера. Посмотрите, как это выглядит. Даже через камеру. Ну, реально. Экран здесь прям топовый. И как он лежит, ощущается в руке, этот смартфон. Это прям, конечно, можно закрыть глаза на некоторые его недостатки. Отвлеклись. Здесь предустановлена куча того, чем вы, скорее всего, не будете пользоваться. Например, фирменный магазин приложений. Клубное приложение My Honor. Куча всего от Яндекса. Я не знаю, кто этим пользуется. Я попытался. Ну, правда, невозможно. Люди, напишите в комментариях, как вы пользуетесь Яндекс.Браузером на смартфоне и компьютере, и как у вас дела с Алисой. Потому что у меня все как-то не очень. Здесь же магазин Honor, Honor Club, игровой центр. То есть, видите, да, это все было установлено изначально. Я специально ничего не удалял. Я не знаю, почему у других обзорщиков есть какие-то лаги, фризы, жалобы на то, что там где-то как-то приложение вылетает. У меня за все время ни разу ничего не вылетело. Я не буду рассказывать здесь о настроечках, что здесь есть, какие фишечки. Потому что вы и так уже прекрасно все это знаете. И, скорее всего, если смотрите обзор на этот аппарат, у вас на руках уже какой-нибудь предыдущий или предыдущий Honor. Все то же самое. Тот случай, когда достал из коробки и пошел. ПО зачет. За автономность здесь отвечает аккумулятор на 4000 мАч. И, несмотря на то, что здесь большой экран, который основной потребитель энергии, аппарат умудряется прожить один полный день при средней нагрузке. При постоянно включенном интернете, даже с мобильным интернетом, не по Wi-Fi, он работает целый день. И вечером еще остается процентов 20. Ситуация такая. Час просмотра YouTube у меня съедал от 7 до 9%. Игры какие-то легкие, средние съедали за час в районе 20-22%. Я делал несколько замеров, и каждый раз они были разными, поэтому именно точную цифру я вам не назову. И в целом, по поводу автономности, сколько посмотрел обзоров и сколько лет я занимаюсь этим ремеслом, это достаточно такой спорный момент, потому что есть огромное количество нюансов, о которых все забывают. Например, о количестве установленных приложений, о количестве фоновых процессов, о том, что у некоторых, например, идеальная стерильная частота, есть куча батарейсейверов, следят за всеми процессами, удаляют все лишнее с телефона и так далее, и так далее, отключают интернет, включают только когда нужен. Короче, есть очень много нюансов, из-за чего будут расхождения, вот даже сейчас то, что я назвал, абсолютно не факт, что у вас будет так же. Все зависит от того, как вы будете пользоваться устройством. Так, собственно, ну вроде как, все-все-все, можно отдыхать, все. Ой, ой, хорошо. А, блин, еще выводы. Звук красненьким горит. Выводы пишутся на Honor X8, только теперь уже звук с петлички, немножко цветокоррекции, и вот такую картинку максимум можно выдавить из этого смартфона. Выглядит она достаточно хорошо, после того, как я уже отсмотрел на компьютере тесты, и как бы понятно, что да. Еще раз подчеркну, недостатки. Монодинамик, разговорный динамик, смотрящий куда-то вверх, но опять же у меня с этим проблем не было. И, ну и все, для кого-то будет его размер проблемы, потому что я в последнее время прям очень плохо стал относиться к лопатам, а несмотря на то, что здесь нет грани, и в целом он прям почти компактный, но крупный, крупный, ну прям крупный. Для некоторых это будет недостатком, для меня это недостаток, для многих из вас нет. И как бы все из достоинств. Офигительный просто внешний вид, офигительный экран, хорошая автономность, современное актуальное железо. Соответственно, длительная будет поддержка, так как он вышел недавно. Отлично работает прошивка, стабильность и вот это вот все. И как бы получается прям супер сбалансированный аппарат. Как и в предыдущем обзоре, я скажу, повторюсь, есть устройства, которые вам предлагают как можно больше за меньшие деньги, но там все через одно место. Здесь устройство, которое приносит удовольствие, то есть дает именно experience, что взял из коробки и пошел, и вот ты год-два с ним ходишь и нет проблем. Оно что-то там обновляется, оно там все работает быстро, хорошо фоткает, вот это вот все, и ты всегда уверен, что телефон тебя не подведет. Не без нюансов, но аппарат кайфовый. Особенно если смотреть с точки зрения товарищей повзрослее, у кого нет времени на вот эти все штуки, сидеть на форуме и несколько суток это все перепрошивать, это прям да. Для молодежи скорее всего 50 на 50, вот честно, 50 на 50 для молодежи, а для тех, кто постарше, это отличный вариант, но берите черный, черный, да. Я поставлю аппарату 4 с плюсом из 5, мне понравилось.